Депутаты Думы Хасанского района теперь хранители леопарда. Право дать имя редкой кошке и стать ее хранителями народные избранники получили в знак признательности за сотрудничество с Национальным парком «Земля леопарда» и за активное участие в экологическом просвещении молодежи и жителей Хасанского района. Подробности далее. Программа «Хранитель леопарда» была запущена Национальным парком «Земля леопарда» в 2014 году для привлечения внимания к теме сохранения самой редкой крупной кошки планеты. Среди хранителей есть как политики, знаменитости и организации, так и люди самых разных профессий и даже школьники. Так в разные годы крестными краснокнижных хищников становились специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Полпредпрезидента в Дальневосточно-федеральном округе Юрий Трутнев, лидер музыкальной группы «Муми Тролль» Илья Логутенко, актер Стивен Сигал, актриса Памела Андерсон и другие. Хранители леопарда – это люди, которые вносят сегодня какой-то непосредственный вклад в дело сохранения природы нашей планеты. Ну и, конечно, мы всегда рады, когда у нас появляются новые хранители, потому что до этого дня те леопарды, которые отслеживаются нашими фотоловушками, имеют порядковые номера, оставаясь такими некими безликими для общего количества людей животными. Но когда у леопарда появляется свое собственное имя, благодаря своим хранителям, он становится таким уже близким, живым, каким-то доступным животным, судьба которого начинает отслеживаться в средствах массовой информации, через тех людей, которые вот его берут на поруки. На выездном заседании Думы Хасанского района, которое прошло в нацпарке в селе Барабаш, депутаты посетили музей и ознакомились с его уникальными экспонатами. А знаменитая стена именных фигурных лапок леопардов, которые уже находятся под опекой, произвела огромное впечатление. Парламентарии приняли решение стать крестными хищной кошки. С этим предложением они обратились к директору национального парка Виктору Бардюку и получили положительное решение. Мы поинтересовались у национального парка, что несет за собой ответственность по поводу нашей подопечной. Было четко сказано, что не требует никаких финансовых затрат. Самое основное – это экологическое просвещение населения. Мы четко должны понять, что на территории Хасанского района единственные, наверное, обитают у нас леопарды. Для этого их нужно охранять. Мы будем заниматься экопросвещением, будем взаимодействовать в проведении всевозможных мероприятий, которые будет делать национальный парк «Земля леопардов». И, конечно, будем привлекать к этому не только депутатов, общественные организации, но обязательно детей. В течение месяца Думи Хасанского района будет вручен официальный сертификат хранителя леопарда. Изготовлена именная лапа, которую добавят на стену музея в национальном парке. Уже известно, депутаты района будут опекать девочку-леопардессу. Дважды в год сотрудники нацпарка будут предоставлять фото и видеоотчеты о жизни леопарда в тайге. И, конечно же, народным избранникам предоставлено почетное право выбрать имя для своей подопечной. Сразу, конечно, зашел разговор. А как же мы ее назовем? И самым активным у нас и самым мудрым, как всегда, в Думе Хасанского муниципального района оказался наш депутат, старейший депутат. Это Слукин Владимир Петрович, который просто с лету сказал, она будет Думка. Так что вот теперь у Думы есть свой леопард, ее зовут Думка. Конечно же, важно, что все больше леопардов обретают вот эти имена, а все больше людей вовлекается в изучение природы этой кошки, место ее обитания, к тем проблемам подключаются, которые сегодня существуют в деле сохранения этой кошки. Ольга Бражник, Александр Бабарин. Новости Славянки.